Привет, привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. В этом видео мы разберемся в причинах почему коробка автомат дергается при переключениях и разберемся как мы должны действовать в таком случае. Такое рано или поздно может случиться с каждым. Так что смотрим видео до конца и слушаем внимательно. Иногда неисправная работа автомата, к примеру в рывке и пинке дергание при переключениях передач может быть связана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля. Сейчас я перечислю одни из самых распространенных причин которые я нашел и собрал в интернете вызывающих дергание автомата. Первая причина опоры подушки двигателя и коробки передач. Рывки при включении переднего или заднего хода также из нейтрали реверс или драйв обычно появляются из-за износа именно опоры силового агрегата. Первым делом стоит проверить самочувствие опор и подушек двигателя и коробки передач. Вторая и самая распространенная причина уровень масла. Также важно обращать внимание на уровень рабочей жидкости в коробке передач. Специалисты уверяют, что часто достаточно снижение уровня на половине литра ниже минимального допустимого, чтобы современный автомат начал пинаться. Так, если заметили что-то подозрительное, сразу нужно обратить внимание на уровень масла в коробке. Если коробка с шупом, тогда узнать уровень легко, а если шупом нету, мчимся к специалистам, например, к механикам коробок или там, где в коробках меняют масло и проверяем. Если масла не хватает, доливаем. И еще обязательно обращаем внимание на все стыки, болты и все, что связано с коробкой. С большой вероятностью С где-то течь, если масла не хватает. И в ближайшее в будущем обязательно нужно будет заменить сальник или прокладку. Третья причина – перегрев. Тёргания коробки могут быть вызваны перегревом рабочей жидкости. Это может произойти, например, при длительном таргане в пробках в жару. Как мы знаем, что свести к минимуму перегрев часто на современной коробке передач оснащены радиатором охлаждения масла в коробке. Четвертая причина – татчики двигателя. Хривки автомата иногда могут быть спровоцированы неисправностями отдельных татчиков систем управления двигателем. Например, татчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом часто даже не загорается лампа, чек-энжины, и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке. Реальный пример такого – развитие события из опыта сервисменов. Например, в машине «Форд Мондео» всего 6-й ступенчатый автомат «Айсин» может тюркаться из-за неисправного клапана «Эгейер». Пятая причина – блок управления коробки. Неисправный блок управления коробкой – еще один из возможных виновных ударных переключений автомата. Конструктивно он может быть так самостоятельным узлом, так и встроенной единицей мозгов двигателя. Шестая причина – жгут внутренней проводки. Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать цели неприятности. При капитальном ремонте многих коробок его меняют по умолчанию. Седьмая причина – соленоиды. Неисправный соленоиды гидроблока – одна из самых частых причин появления ревков при переключениях передач. Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые. Ремонту они не подлежат. Классная причина – гидроблок. Падение давления масла в гидросистеме автоматов, провоцирующее появление ревков, может происходить из-за поломки гидроблока. В основном такая выработка связана с большим прагипегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа. Девятая причина – плата мехатрона. Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами, встроенный поддон. Десятая причина – механическая часть. Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправности они могут срабатывать с просказыванием, вызывая ревки при переключениях. Так что, друзья, как видим, дергания и ревки коробок передач часто может спровоцировать самые простые причины и не стоит волноваться. Главное – вовремя установить и устранить причину. Как, если что, в первую очередь, проверьте уровень масла в коробке. Именно это является часто основной причиной. Если это видео чем-то было вам полезно, просто вставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Не ленитесь и коротко расскажите о вашем происшествии, которое у вас случилось в связи коробки. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok